Музыка По приглашению президента России Владимира Путина в Сочи прибыл эмир государства Кувейт Сабах Аль Ахмед Ас-Сабах. Приоритетное внимание на переговорах было уделено наращиванию двусторонней кооперации в торгово-экономической сфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Эмир Кувейтского государства выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с гибелью пассажиров российского лайнера. Ситуация в регионе непростая, если не сказать сложная. Мы очень рады возможности встретиться с вами, поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о ситуации в регионе, и с вами, и с вашими коллегами. Музыка Премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил сегодня с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. Дмитрий Медведев напомнил, что большинство школ в России обновили библиотеки и учебное оборудование, в том числе необходимое для введения новых образовательных стандартов. Была также практически решена проблема транспортной доступности базовых образовательных учреждений. Качественное образование можно получить только в хорошо оснащенных школах. Это мировой опыт. Невозможно просто сидя на лавках в школе, где нет никаких элементарных удобств, получать образование сегодня. Должны быть компьютеры, должен быть интернет, нормальные столовые, должны быть нормальные спортивные залы для такого гармоничного образования. Наконец, просто должна быть нормальная канализация и горячая вода, что есть далеко не везде. По предварительным оценкам на выполнение программы в течение последующих 10 лет потребуется почти 3 триллиона рублей. Музыка Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев пояснил при остановлении авиасообщения с Египтом. Также премьер заявил о поручении разработать программу поддержки внутреннего туристического бизнеса. Премьер-министр туризма нужно понимать, что это не короткая история. Даже в случае достаточно спокойного развития ситуации по соответствующим туристическим компаниям, очевидно, что гражданам в ряде случаев придется обращаться с требованиями в суд. И эти требования будут рассматриваться. Туристических компаний могут быть также свои, иски и так далее. То есть здесь нужно проработать и юридическую, и финансовую сторону такого рода взаимоотношений. Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов распорядился разработать для полуострова туристические предложения, которые бы не уступали по цене и качеству отдыху в Египте и Турции, а также поручил оперативно подготовить места для размещения туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов совместно с министром транспорта Крыма Андреем Бессаловым и директором службы технического надзора Владимиром Александренко обсудили ход строительства и ремонта республиканских дорог. Об этом глава Крыма рассказал на своей странице в социальной сети. В сравнении с 2015 годом планы на следующий год более масштабные и, соответственно, планируется выделение куда более крупных сумм. Суммарно на дорожную деятельность в 2016 году будет выделено более 20 миллиардов рублей. Задача Министерства транспорта Республики Крым – наладить эффективную работу отрасли и при этом рационально использовать выделенные деньги. Крыму минимальный продуктовый набор в течение сентября-октября текущего года подорожал на 158 рублей. На сегодняшний день стоимость набора составляет 3645 рублей. Об этом сегодня на заседании Совета министров сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник. Как отметил министр, по стоимости минимального набора продуктов питания Крым находится на 59-м месте среди 96 субъектов Российской Федерации, начиная от минимальной стоимости. При этом Скрынник заверил, что дефицита продовольствия в Крыму не наблюдается. Потребительский спрос населения республики удовлетворяется в полном объеме. Налажена поставка продуктов из Турции, Индии, Таиланда. Проведение ярмарок, в которых участвуют местные сельхозтоваропроизводители республики, позволяют держать как баланс продуктов питания, так и ценовой сегмент. Граждане, которые на протяжении 10 лет ожидали получения земельного участка, в настоящее время проходят следующий этап оформления земли в собственность под жилищное строительство. Сегодня по поручению главы республики Сергея Аксенова, вице-премьера министра Крыма и председателя земельной комиссии Руслана Бальбека, рабочая группа завершила выездные осмотры в Симферополе и Симферопольском районе. Рассмотрены 7 тысяч заявлений, не обошлось без замечаний, среди которых, например, отсутствие заявителя в базе данных. Когда пришла комиссия со списками, базу данных мы не занесены, так как не были осведомлены. Когда мы в этой акции участвовали, у нас были руководители, которые не пожелали нас известить, и мы не знали и не написали. И вот теперь сюда пришли, нам объяснили, как писать, и написали коллективные заявления. Проблему граждан, которые отсутствуют в базе данных, решат члены земельной комиссии на совещании. Осмотр участка в массиве Барлик-6 под Симферополем стал финальным для рабочей группы. В этом массиве получения земли ждут 307, 4 из которых проживают здесь постоянно. Несмотря на полное отсутствие инфраструктуры, оформление участка остается для проживающих здесь жизненно важным. Жить в таких условиях без света, без воды и без коммуникации каких-либо очень сложно. Особенно, я уже не говорю о себе, а особенно для детей. Большие надежды возлагаем на нынешнее правительство, которое есть в Крыму, которое что-то начало делать во благо людей, которые вынуждены вот так в таких условиях жить. В ближайшее время будет сформирован единый реестр земельных участков, отметил заместитель председателя Госкомнации Надир Нуманов. Будет выработаны реестры по Симферополю, Симферопольскому району, по другим регионам Крыма. Данные реестры будут утверждены соответствующим нормативным актом Совета министров. И тогда эти граждане будут действительно зафиксированы, как имеющие право на получение земельных участков. Осмотр участков по Симферополю и Симферопольскому району завершен. 15 ноября в Совет министров земельная комиссия сдаст отчет о работе выездов по объектам. Второй этап регистрации запланирован в массивах Ялты, Евпатории и Судака. Нариман Тарсинова, Эдам Исмаилов, Аким Бикиров, телеканал Мелет. Сегодня отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации был установлен указом президента Российской Федерации 13 октября 2011 года. В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме. Большинство сотрудников МВД встречает праздник на работе. В честь праздника в городском совете Симферополя прошел торжественный концерт. В ходе мероприятия были награждены лучшие сотрудники полиции. Сегодня ректор Крымского инженерно-педагогического университета Февзия Кубов отмечает свое 78-летие. Мне исполнилось 78 лет, но я чувствую себя молодым. С юмором говорит Февзия Кубов. Она заслуженная врач Крыма. Дочь моя, она кандидат в медицинских наук, работает в медицинском университете. Сын, он кандидат в технический наук, доцент, заведует кафедрой здесь, в нашем университете. Кстати сказать, он доктор технических наук в Германии еще дополнительно. Там он учился в Германии. Четыре внука у меня. Так что, тут двух гостей местных, все нормально. Несмотря на свой день рождения, ректор университета работает для нашего народа. Он поделился с нами, какие проблемы есть у нашего народа и как можно их решить. Если мы хотим сохраниться, если мы хотим возродиться, то мы должны искать не столько опору в разных политических партиях, это приходящее. А мы должны искать его в наших внутренних силах, в наших внутренних возможностях. А внутренние силы, они куда богаче, куда сильнее, чем наружные. Наружные они уходят. Это поветрие. Если мы говорим, что мы коренной народ, то мы должны, будем говорить так, несколько отличаться от других своей преданностью этой земли, своим возвышенным духом. Помимо существующих проблем, Федзи Якубов рассказал о выполненных достижениях. Вот телеканал, да? Вот весь сооружение телеканала. Это 1100 метров квадратных метров. В Крыму еще не было такого. В Крыму не было еще такого. Это мы создаем. И кто бы что ни говорил, я сказал, в земле бы навели порядок. Кто бы что ни говорил сегодня, надо уметь быть объективным и сказать добрые слова благодарности к тем молодым руководителям Крымстатарским, в том числе, я говорю, Крыму, которые сегодня работают. Пусть это будет Рембель Ясов, пусть это будет Рустан Палбек, пусть это будет Эскендер Белялов, Елизавет Смирнов. Они сегодня взяли на себя эту ночь. Преподаватель университета Надир Бекиров присоединился ко всем поздравлениям. Он отметил, что Федзи Якубов – специалист высокого уровня и что этот человек делает все для развития своего народа. День рождения Федзи Ага – достаточно большое событие для всех для нас. Это человек, который проработал всю свою жизнь и в последние десятилетия создал университет, в котором получает образование тысячи и тысячи людей, среди них много крымских татар. Я думаю, что очень важно, чтобы у него было крепкое здоровье, дай ему, Аллах, успехов еще, процветания и перспективы его дела. Ну, а все мы будем также стараться помогать делу просвещения и передачи знаний нашей молодежи. Студенты отметили, что у Федзи Якубова нелегкая работа, но несмотря на это он замечательно справляется с ней. Он – пример для подражания, на него должны мы равняться. Сегодня знаковое событие не только для него, но и для нас – день рождения нашего ректора, говорит одна из студентов КИПУ. Я хочу поздравить нашего ректора Федзи Якубовича с днем рождения и хочу пожелать ему счастья, здоровья, исполнения всех его желаний и чтобы он также продолжал работать у нас в университете, потому что такого человека, как он, еще нужно искать и искать. Уважаемый ректор, я поздравляю вас с днем рождения. Я желаю вам творческих успехов, успехов в науке, процветания и крепкого здоровья. С днем рождения. Наше творческое объединение присоединяется ко всем вышесказанным поздравлениям. Желаем очень крепкого здоровья, чтобы хватило его на 150 лет. Бодрости духа, оптимизма и веры в отличное будущее. Абдулладий Осман, Фадимий Ситмамут. Соревнования по конным скачкам. По результатам соревнований лучшим тренером был признан Римзи Абдулганиев, подготовивший семь жакеев, среди которых Ирина Хобот, получившая звание лучшего жакея скакового сезона 2015 года. Организаторы надеются, что в дальнейшем подобные мероприятия станут хорошей традицией в любителей конного спорта. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь зарегистрировало автономную некоммерческую организацию Бюро ритуальных услуг Абдал, которое будет оказывать мусульманам услуги в сфере погребления и похоронного дела. Соответствующее свидетельство о регистрации выдано в Министерстве юстиции Российской Федерации. Это первое мусульманское ритуальное бюро в Крыму. Его целью является оказание услуг в сфере погребления мусульман ритуальных и обрядовых, оказание услуг по обеспечению формирования и сохранности документов по мусульманским захоронениям, оказание услуг по организации и содержанию кладбищ, мест захоронения. Во всех районах республики планируется открыть филиалы и представительства ритуального бюро. Данное предприятие создано с целью введения единого реестра умерших мусульман, с целью узаканивания земельных участков под мусульманскими кладбищами. Они на территории Крыма имеются как старинные, так и современные, чтобы данные земли были оформлены. Ну и в области погребения также был порядок. В других районах мы планируем создавать филиалы данного бюро, к работе в которых будут привлечены представители наших деньгемиетов. В Симферополе в течение нескольких дней на различных сценических площадках и учреждениях культуры пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные ежегодному традиционному фестивалю искусств «Золотая осень». Одно из таких мероприятий прошло сегодня в концертном зале Симферопольского музыкального училища имени Петра Чайковского. Концерт, посвященный классической музыке «Музыкальная акварель», в котором приняли участие преподаватели и талантливые учащиеся музыкальных школ города Симферополя. Сегодня я участвовала в концерте фестиваля «Золотая осень», на котором я исполняла произведение Александра Скрябина «Две прелюдии». И хотела сказать, что очень приятно, что у нас проходят такие фестивали в нашем Крыму, что мы можем развиваться, культурно развиваться. И спасибо большое всем организаторам за этот фестиваль. В Симферополе состоялся чемпионат Крымского федерального округа по армрестлингу, где выступили 150 участников из разных регионов России. Армрестлинг – это вид борьбы, в котором сидящие друг против друга противники, цепившиеся ладонями и упираясь на локти рук, стремятся прижать к столу руку соперника. В данном турнире принимали участие все ведущие крымские мастера. «Было в том году 200 человек, в этом качественнее ребята выходят. Мы уже стараемся отсекать тех, кто занимается 2-3 месяца, как минимум полгода подготовки, потому что дальше это чемпионаты у нас уже идут в России, все российские соревнования. С начала года готовимся и уже пошли одно за другим, поэтому мы должны подготовить очень хорошую команду, сильную команду. Над чем мы работаем». В различных весовых категориях в борьбе на левую и правую руку сильнейших определяют как менее титулованные участники, так и призеры различных значимых национальных и международных турниров. Мастер спорта, десятикратный чемпион Крыма, в самой престижной, супертяжелой весовой категории «Расимимед» на чемпионате завоевал первое место. Ежегодно выступая на крупных состязаниях, Расим вошел в сборную Украины, стал десятикратным чемпионом Крыма. Сейчас Расим занимается и тренерской работой. «Я в основном беру, то есть это крюк, сила. У меня как бы нет быстрого импульса, я стараюсь силой бороться. Ну и этим выиграю большинство спортсменов». Яркий спортсмен, победитель чемпионата Крыма и ученик Расима Мемета Ахтем Ахтемов завоевал право участвовать на чемпионате России парамрестлингу. На чемпионате Ахтем на левой руке завоевал первое место, а на правой – второе место. «Я к чемпионату Крыма готовился. Подготовка была интенсивная. Но за два месяца до соревнований я травмировал связки в категории плюс 80. Я участвую впервые. Соперники были для меня неизвестны. Я не знал их стиль борьбы. Но это мне все не помешало. Как бы я нашел к ним путь. Хотя у меня левая рука намного сильнее, чем правая. Так сложилось. И на левый мне не составило труда стать первым местом. А вот на правый пришлось попыхтеть, потрудиться. Для меня это значимое соревнование, потому что это нетлемый шаг к соревнованиям во следующем чемпионату России. По итогам турнира была создана команда, которая будет представлять Крым на чемпионате России. Соревнования состоятся в феврале 2016 года в городе Раменская Московской области, где примут участие сильнейшие и крымские спортсмены. В ноябре в Крыму довольно тепло и комфортно. Средняя температура днем колеблется в пределах 17-20 градусов. Однако ночи довольно холодные. Температура воды в Черном море в ноябре низкая. Температура воды в Черном море в ноябре низкая и желающих искупаться почти нет. Зато крымский ноябрь – самый лучший период для любителей рыбалки и грибников. Завтра весь день будет облачным. Вечером будет идти сильный дождь. Температура воздуха 10-14 градусов. Берегите себя и не забывайте дома зонты. Энтони Хоу – типичный житель Манхэттена. И тем не менее, именно ему, выросшему в каменных джунглях, удалось найти общий язык силами природы, сделав их союзниками в его творчестве. Ветер – вот основной компонент, без которого скульптуру Хоуа просто не могли бы существовать. Энтони Хоу занимается созданием кинетических скульптур, то есть таких, которые могут двигаться. Данное направление в искусстве возникло не так давно – в середине 50-х годов прошлого века. Используя стальную арматуру в сочетании с кованными криволинейными формами и дисками, покрытыми стекноволокном, Хоу создает фантастические скульптуры. При спокойной погоде они удивляют своей элегантностью, а с малейшим дуновением ветра приходят в движение кружать только им, понятном танце, и создавая необъяснимую тайную гармонию. Энтони Хоу создает кинетические скульптуры уже около 20 лет. «Я пытаюсь создавать объекты, я пытаюсь создать объекты, внешний вид которых будет ассоциироваться с атрибутами научной фантастики, так же, как и с биологическими и астрономическими моделями», рассказывает автор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова